После звонка прошло уже минут десять. Все уже давно сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых, именно тех, которые не разворачивали вчера истрепанные учебники географии. Сладкая надежда. А вдруг не придет совсем. Учитель пришел на двенадцатой минуте. Полосухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул деланно испуганным голосом. Слава Богу! Наконец-то вы пришли! А мы-то так беспокоились. Не случилось ли с вами чего? Глупости! Что со мной случится? Отчего вы такой бледный, Александр Иванович? Не знаю. У меня бессонница. А к моему отцу раз таракан в ухо заполз. Ну и что же? Да ничего. Причем тут таракан? Я к тому, что он тоже две ночи не спал. Кто? Таракан, пошутил учитель. Весь класс заискивающий засмеялся. Только бы не спросил. Только бы не спросил, подумали самые отчаянные бездельники. А то можно смеяться хоть до вечера. Не таракан, а мой папаша, Александр Иванович. Мой папаша, Александр Иванович, Три пуда одной рукой подымат. Передай ему мои искренние поздравления. Я ему советовал идти в борцы. А он не хочет. Вместо этого служит в банке директором. Прямо смешно. Так как учитель уже развернул журнал, И разговор грозил иссякнуть, Толстый хохол, Нечипаренко, Решил подбросить, так сказать, Дров на огонь. Я бы на вашем месте, Александр Иванович, Объяснил этому глупому полосухину, Что он сам не понимает, что говорит. Директор банка, Это личность уважаемая, А борец в цирке? М? Нечипаренко, Сказал учитель, Погрозив ему карандашом. Это к делу не относится. Сиди и молчи. Сидевший на задней скамейке, Карташевич, Парень с очень тугой головой, Решил, что ему нужно Посторонним разговором Оттянуть несколько минут. Натужился, И среди тишины Молвил свои слова. Молчание, Знак согласия. Что? Изумился учитель. Я говорю, Молчание, Знак согласия. Ну, так что же? Да ничего. Ты это к чему сказал? Вы, Александр Иванович, Сказали Нечипаренко, Молчи. Я и говорю, Молчание, Знак согласия. Очень кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, Когда придет, Твоя очередь говорить. Кхм, Кхм, Закашлялся Карташевич. Когда я спрошу У тебя урок. Хорошо. Карташевич Не видел в этом Ничего хорошего, Но вынужден был Согласиться, Сдерживая Свой гудящий бас. Горожо. Карташевич Через двух мальчиков Перепрыгивает, Счел уместным Сообщить Нечипаренко. А мне это зачем знать? Не знаю. Извините. Я думал, Может, Интересно. Вот что, Нечипаренко, Ты, Брат, Хитрый. Но я еще хитрее. Если ты скажешь Еще что-либо Подобное, Я напишу записку Твоему отцу. К отцу, Весь издрогнув, Малютка Приник, Продекламировал Не в попад Карташевич. Карташевич, Ступай, Приникни к печке. Вы сегодня С ума сошли, Что ли, Дежурный? Что на сегодня Готовили? Вятскую губернию. А, Хорошо. Прекрасная губерния. Ну, Спросим мы. Кого бы нам Спросить? Он посмотрел На притивших учеников. Вопросительно, Конечно. Ответить ему Мог каждый, Не задумываясь. Иванович Посоветовал бы Спросить Нечипаренко. Подваков? Блинберга. Сураджеев? Подваканова. А все вместе Они искренне Посоветовали бы Вообще Никого не спрашивать. Спросим мы. Худощавый, Мечтательный Челноков Поймал Рассеянный Взгляд Учителя, Опустил Голову, Но сейчас же Поднял ее И не менее Рассеянно Взглянул на Учителя. Ого-го, Подумал он, Глядит На Блинберга, А ну-ка, Блинберг, Раскошелев, Челноков. Челноков Бодро Вскочил, Захлопнул Под партой Какую-то Книгу И сказал, Здесь? Ну, Неужели Здесь? Изумился Учитель. Вот Поразительно. А ну-ка, Что ты нам Скажешь О Вятской Губернии? Хе-хе-хе-хе. Что это с тобой Такое, Ты кашляешь? Да, Кашляю, Обрадовался Челноков. Бедненький, Ты, Вероятно, Простудился. Да, Вероятно, Вероятно, Может быть, Твоему здоровью Угрожает опасность угрожает машинально ответил челноков боже мой какой ужас может быть даже жизни угрожает опасность челноков сделал жалобный гримасу и открыл было уже рот но учитель опустил голову журнал и сказал совершенно другим прежним тоном ну-с расскажи нам что тебе известно о вятской губернии вятская губерния сказал челноков отличается своими размерами это одна из самых больших губерний россии по своей площади она занимает место равное мексике и штату виргиния мексика одна из самых богатых и плодородных стран америки населена мексиканцами которые ведут стычки и битвы с бирлиясами последнее иногда входит в соглашение с индейскими племенами гуров и горе тому мексиканцу который постой сказал учитель выглядывая из-за журнала где ты в вятской губернии нашел индейцев не вятской губернии а в мексике а мексика где в америке авиатская губерния в россии так ты мне в вятской губернии и говори почва вятской губернии имеет мало чернозему климатом суровый и потому хлебопашество идет с трудом рожь пшеница и овес вот что главным образом может произрастать в этой почве тут мы не встретим ни кактусов ни алое не цепких лиан которые перекидываясь дерево на дерево образуют в девственных лесах непроходимую чащу который с трудом одолевает томогавк отважного пионера дальнего запада который смело пробирается вперед под немолочные крики обезьян и разноцветных попугаев оглашающих воздух что оглашающих я говорю воздух кто и чем оглашает воздух попугаи криками одного из них я слышу к сожалению авиатской губернии он ничего не рассказывает я алексей иванович авиатской губернии рассказываю народонаселение авиатской губернии состоит из великороссов главное их занятие хлебопашество и охота охотиться за пушным зверем волками медведями зайцами потому что других зверей вязкой губернии нет нет ни хитрых гибких леопардов ни ягуаров ни громадных свирепых бизонов которые целый с целыми стадами спокойно пасутся свои своих стрела индейцев или пуля из карабина скаттера кого скаттера что это за кушанье это не кушанье алексей иванович а такие знаете американские помещики и они живут в вязкой губернии нет я к слову пришлось челноков челноков хотел бы тебе поставить пятерку но к слову пришлось и поставлю двойку не чапаренко тут я тебя об этом не спрашиваю говори авиатской губернии не чапаренко побледнел как смерть и по принятому обычаю сказал авиатской губернии хе ну поощрил учитель и вдруг все сердца ёкнули в коридоре бешено прозвенел звонок на большую перемену экая жалость отчаянно вздохнул не чапаренко а я хотел ответить на урок на пятерку как раз сегодня выучил это верно спросил учитель верно ну так я тебе поставлю тоже двойку потому что ты отнял у меня полчаса это верно